Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «В движении», и мы продолжаем серию онлайн-интервью. Связано это в первую очередь с бушующим по всему миру коронавирусом. Мы не хотим подвергать опасности ни наших экспертов, ни наших коллег. Категория граждан, которая находится в особенно сложном положении во время коронавируса, пандемии, это, конечно же, бездомные люди, люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Как они переживают эпидемию, мы поговорим с директором московского филиала Межрегиональной общественной благотворительной организации «Ночлежка» Дарьи Байбаковой. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, ну, коронавирус, все отправились домой, кто-то на самоизоляции. Как быть людям бездомным, у которых нет дома, которые не находятся в интернате, вынуждены, я даже не знаю, на улице, может быть, даже жить? Да, все так и есть. Сейчас, к сожалению, бездомные люди – это одна из самых уязвимых категорий, потому что, ну, во-первых, они действительно не могут выполнить такое, казалось бы, довольно простое для каждого из нас требование, как самоизолироваться, потому что им просто некуда уйти, а, во-вторых, это люди, которые очень часто – это пожилые люди со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями, и, в общем, это люди, которые сейчас довольно уязвимы для вируса. А еще сложность для бездомных людей состоит в том, что это вот мы с вами каждый день получаем разного рода информацию в СМИ, в социальных сетях, там, какие-то новые меры предостережения, новые рекомендации, как себя вести и куда обращаться за помощью, а бездомный человек очень часто лишен вот этого информационного потока, у него нет доступа к СМИ и к интернету, и поэтому даже какие-то простые рекомендации доходят до бездомного человека с некоторым опозданием. Поэтому, например, мы выпустили такую листовку, которая… такая короткая листовка-инструкция, которую опубликовали на нашем сайте, и это та листовка, которую любой человек может с сайта распечатать, носить с собой и оставлять в тех местах, а повесить в подъезде, или оставить просто в том месте, где, если мы знаем, что там собираются бездомные люди. А так, в общем, действительно в крупных городах сейчас большая сложность тем, что бездомным людям некуда просто уйти. Мы от ночлежки написали обращение в правительство Москвы и правительство Петербурга с просьбой, с одной стороны, развернуть дополнительные палатки, такие пункты обогрева, где на допустимом расстоянии бездомные люди могли бы укрыться и получать медицинскую помощь. А вторая наша просьба заключается в том, что сейчас, например, в Петербурге и в Москве есть такие круглосуточные приюты. В Петербурге они называются домами ночного пребывания, а в Москве они называются центрами социальной адаптации. Но сейчас туда довольно сложно попасть человеку, потому что в Москве, например, у человека, чтобы ему был доступен такой круглосуточный приют, у него должны быть документы с штампом последней регистрации в Москве. То есть они доступны только для бывших москвичей. А таких в структуре бездомности Москвы очень мало людей, потому что основная причина – это трудовая миграция, и поэтому люди приезжают на заработки в Москву или Петербург, в основном из других регионов. И поэтому мы в своем обращении просим правительства Москвы и Петербурга ослабить на время пандемии такие требования, чтобы любой человек, независимо от отличия документов или штампа регистрации, мог укрыться в этих государственных приютах и как-то изолироваться, чтобы не заболеть. Дарья, спасибо за такой развернутый ответ. Но вы знаете, на самом деле эта проблема, она актуальна для всего мира. И если мы посмотрим на мигрантов в Европе, то это вообще целая проблема. В Греции уже очень сильно переживают на эту тему. Это та же категория граждан, это все бездомные люди. Но все-таки, говоря о вашей организации, скажите, какую помощь вы оказываете бездомным людям? И часто ли к вам вообще обращаются бездомные люди? Потому что в обществе принято считать, что это некие неудачники социума, которые оказываются за бортом жизни по тем или иным причинам. Действительно, помощь бездомным людям – это такая тема, и вообще сама бездомность – такая тема, которая окружена огромным количеством разных мифов и стереотипов, которые зачастую к реальности не имеют никакого отношения. И действительно, то, что бездомность – это личный выбор человека, что бездомному нельзя помочь – это вот такие одни из самых сильных стереотипов, действительно, с которыми мы работаем. Ночлежка – это общественная организация, которая 30 лет уже работает. Сначала первые 28 лет работала в Петербурге, появилась там в 90-м году, а с 2018 года работает московский филиал, и мы получили статус такой межрегиональной общественной организации. Если коротко, то в целом задача всех проектов Ночлежки, а их довольно много у нас в нескольких городах, сейчас я про них подробнее расскажу, это помочь бездомному человеку выбраться с улицы. С одной стороны, а с другой стороны построить такую систему помощи на уровне страны, которая бы помогала человеку, который оказался в ситуации бездомности, довольно быстро из этой ситуации выбираться и возвращаться в обычную жизнь. Потому что мы понимаем, действительно, бездомность – это такая проблема, с которой сталкиваются в любой стране, и невозможно сделать так, чтобы люди там не теряли жилье, не ругались со своей семьей, не оказывались на улице, их не обманывали мошенники. Такие люди всегда будут действительно появляться в стране, но сейчас есть такой у нас внутренний показатель, называется средний стаж бездомности. Это тот период, в течение которого человек, оказавшийся на улице, находится в этом состоянии бездомности. И мы довольно внимательно следим вообще за тем, что делают в других странах, и стараемся принимать наиболее успешный опыт. И мы знаем, что в тех странах, где на уровне государства серьезно занимаются проблемой бездомности и выстраиванием такой системы помощи бездомным людям, средний стаж бездомности составляет 10-14 месяцев. То есть за этот период разные государственные или некоммерческие организации подхватывают человека, и кто-то помогает ему с жильем, кто-то с трудоустройством, кто-то с восстановлением документов, и человек выбирается за этот период в среднем. В России средний стаж бездомности, по нашим данным, мы опрашиваем всех клиентов, которые к нам приходят в разные проекты, составляют 7 лет 7 месяцев. И это значит, что в целом на уровне государства и даже на уровне одного конкретного города этой системы нет, и есть огромный недостаток в государственных и некоммерческих организациях, которые бы занимались этой темой. Если мы говорим про проекты-ночлежки, то к нам каждый год обращается больше 6 тысяч человек. Вот за 2017 год, 2019, простите, а в наш проект обратилось 6258 человек. У нас, так вот, грубо все наши проекты можно поделить на две категории. Первые такие гуманитарные проекты. Эти проекты, они сами по себе не помогают человеку выбраться с улицы, они главным образом помогают человеку на этой улице не умереть, не сохранить какое-то человеческое достоинство. Ну, например, у нас есть ночной автобус. Это такой автобус, который каждый будний день выезжает на 4 стоянки в Петербурге, и волонтеры раздают еду. И на каждой стоянке там приходит 50-100 человек для того, чтобы получить тарелку горячего супа и там горячий чай. Есть культурное праздничное. Это место, где любой человек может в Петербурге постирать и высушить вещи и, в общем, в чистой одежде пойти там устраиваться на работу или просто в то место, где он живет. Есть ночной приют и пункты обогрева. Ночной приют – это такая модульная конструкция, один из самых наших последних проектов, а пункты обогрева – это такие армейские палатки, которым ставим такой сезонный проект на холодное время года. И в этих проектах люди могут переночевать в тепле и безопасности. Они там вечером приходят, утром уходят, но вот такая возможность теплого ночлега, чтобы не заботиться о том, где провести ночь. А есть еще у нас такая категория проектов, как мы называем это, проектами ресоциализации, и туда вот за 19-й год обратилось примерно 2900 человек. Это уже такие более сложные, мы называем это высокопороговыми проектами. Это значит, что туда приходят люди, у которых больше внутренних ресурсов для того, чтобы выбираться с улицы. Потому что, ну, конечно, если человек очень много лет уже провел на улице, по внутренних сил, доверия к системе, к людям и уверенности в себе, у него, конечно, с каждым годом все меньше и меньше. Это не значит, что человеку такому нельзя помочь, любому человеку можно помочь. Это просто значит, что времени, которое для этого требуется, оно сильно больше. И вот такие проекты ресоциализации, это, например, наша консульционная юридическая служба. Это место, где сидят юристы и социальные работники, и любой человек может прийти, взять талончик и получить консультацию либо долгосрочное сопровождение таких специалистов. И наши специалисты помогают человеку, например, распорить мошенничество и сделку с недвижимостью, восстановить документы, найти работу, получить медицинскую помощь в случае, если его права нарушаются. И наши приюты. У нас есть несколько приютов, в которых люди могут пока с ними работать, юристы и социальные работники, получить время на пожить. В среднем в наших приютах люди живут где-то 4-5 месяцев. И по нашей статистике больше половины людей, которые проходят через консультационную юридическую службу и приюты, через программу долгосрочного сопровождения, они выбираются с улицы, возвращаются в обычную жизнь, на улицу уже не возвращаются. Дарья, через ваши руки, если так можно сказать, прошли тысячи человеческих судеб, сломанных. И вы знаете, я вспоминаю такое выражение, никого не интересует, как ты упал, всех интересует, как ты будешь подниматься. Скажите, вот какая история вас просто поразила? И когда казалось бы, что нет выхода, и ситуация очень тяжелая, но тем не менее все сложилось, знаете, с таким хорошим хэппи-эндом. Потому что мне хочется, чтобы сегодня прозвучала история, которая может вдохновить тех, кто, может быть, не находится в тяжелой жизненной ситуации. Понимаете? И жалуется на эту жизнь, и чем-то недоволен. Как выглядит другая сторона медали? Таким одним из открытий моих личных за время работы в ночлежке стало то, насколько близка к каждому из нас бездомность. Это тоже такой распространенный стереотип, что это какие-то особенные люди становятся бездомными, которые сильно от нас отличаются. На самом деле это не так. В общем, на самом деле каждый из нас может оказаться в такой ситуации. У нас даже есть такой тест, он в интернете есть, называется индекс уязвимости. Его каждый человек может пройти, там такой чат-бот задает вопросы, и за несколько минут вы отвечаете, и получаете ваш личный индекс уязвимости, вашу вероятность оказаться на улице. И туда зашита статистика просто по причинам бездомности. Это довольно сильно впечатляет, потому что, например, мой личный индекс уязвимости, как я выяснила, когда еще не работала в ночлежке, он 35%. И меня это довольно сильно впечатлило, потому что мне казалось, что я работаю в крупной международной компании, я, там, родители рядом, я как-то довольно уверена себя чувствую, а вдруг ты понимаешь, что на самом деле вполне себе может ничего не значить, а вот есть такая довольно высокая вероятность оказаться на улице. А что касается историй, я когда первый раз поехала в волонтером ночном автобусе, и я, поскольку живу в Москве, а проект работает в Петербурге, то я волонтеров никого не знала, и я приехала, и вот там стали собираться люди, и пришел молодой человек, с которым мы довольно долго, а четыре стоянки занимают там четыре часа времени примерно, мы там в шесть выезжаем, мы там к десяти к одиннадцати только последнюю еду раздаем. И это довольно много времени, мы там все успели обсудить с этим молодым человеком, обсудили работу, там лучше работать в офисе или дома, детей, кино, ну, в общем, все, что пришло в голову. И примерно к концу поездки я поняла, что этот молодой человек, вообще-то долгое время был клиент в ночлежке, он там первые семь лет приходил к ночному автобусу за едой, потом у него была зависимость, и он жил в нашем приюте, где живут люди с алкогольной зависимостью, и справлялся. А потом он там получал сопровождение юристов и социальных работников. И это, по-моему, я пытаюсь напутать, по-моему, это было в течение десяти лет примерно. И вот передо мной человек, которого я никогда в жизни не могла бы отличить ни от кого, от своих там коллег из офиса, или от своих друзей, человек выбрался, женился, устроился на работу, и теперь ездит волонтером на этом же самом ночном автобусе, рассказывая людям, которые сейчас приходят за тарелкой супа и горячим чаем, о том, что он тоже был в их очереди, а вот так ему удалось справиться, и это возможно, и вот есть место, куда можно обратиться. И это вот такая история, которую я помню уже много лет. Дарья, скажите, пожалуйста, как каждый, кто смотрит сегодня, у кого есть желание, может принять участие в деятельности благотворительной организации «Ночлежка»? У нас есть сайт, который звучит как homeless.ru или ночлежка.рф. На этом сайте сейчас для «Ночлежки» довольно, ну, как для многих некоммерческих организаций, но вот мы сейчас особенно себе это испытываем, довольно непростые времена, потому что сейчас в связи с пандемией и финансовым таким кризисом, который мы все испытываем на себе, у нас растет количество клиентов, потому что, как обычно это бывает в такие кризисные времена, люди легче теряют работу, люди легче теряют возможность снимать жилье, они переезжают чаще в другие города в поисках работы, а это основная причина бездомности сейчас в крупных городах в России. И поэтому количество клиентов, которые к нам будут приходить, количество наших подопечных, будет с каждой недели увеличиваться и увеличиваться. При этом среднее пожертвование, поскольку вот та же сложная экономическая ситуация, оно снижается. Поэтому сейчас для нас, очень для того, чтобы наши проекты продолжали работу и мы могли продолжать помогать вот этому увеличивающемуся количеству людей, нам сейчас очень важна финансовая поддержка и на нашем сайте ночлежка.рф можно оформить регулярное или разовое пожертвование на любую комфортную сумму. Кроме того, на нашем сайте же есть анкета волонтеров и если вы живете в любом, на самом деле, городе, то можно заполнить там анкету, оставить свою анкету, с вами свяжется наш координатор волонтеров. Волонтеры — это такой огромный ресурс и сила ночлежки. Они есть у нас и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. И многие наши проекты и многие наши задачи реализуются только потому, что у нас есть люди, которые кто-то помогает раздавать еду, кто-то переводит для нас материалы иностранных организаций, кто-то помогает нашему клиенту составлять обращения в какие-то инстанции. В общем, много-много разных задач, за которые мы очень пользуюсь случаем. Большое спасибо всем волонтерам, которые нам помогают. Дарья, спасибо вам большое за это интервью. Я вам желаю удачи, достойно пройти все трудности, связанные не только с пандемией, но и с экономическим кризисом. И, конечно же, я желаю, чтобы ваша организация в скором времени закрылась, и у вас не было больше клиентов. Спасибо вам большое. Удачи вам. Вы только что услышали живые истории, увидели организацию и познакомились с человеком, который каждый день помогает тем, кто нуждается в этой помощи больше, чем мы с вами. И вместо того, чтобы сидеть в социальных сетях и сокрушаться по поводу того, что вам приходится сидеть дома, что вы изолированы, что вам тяжело, что вас что-то не устраивает в этом мире, и обратите внимание на тех, у кого нет этого дома. Спешите делать хорошие дела. Принимайте участие в проектах благотворительной организации «Ночлежка». И вам обязательно вернется добро в несколько раз больше. С вами была программа «В движении». До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова